Напоминаю, что мы потеряли форштаг Очень сильно надеемся, что нам удастся сохранить мачту Ветер и волна никак не соответствуют прогнозу Подстраховочная, разгрузочная часть Не знаю, видно изгиб или нет Всем привет! С вами Пепидитас Добро пожаловать в 25 день в Трансатлантике В общем, продолжаем потихонечку идти со скоростью Где-то 4,9-4,8 узла на моторе До сих пор продолжаем наблюдать отсутствие совпадения Какого-либо прогноза с действительностью Потому что даже самый плохой прогноз говорит, что на порывах должно быть 26 А у нас идет 27 плюс наша скорость Ну хорошо, 30 30 идет фоном Да, я думал в океане прогноз немножко точнее В общем, идем Идем и считаем каждую милю Переживаем за мачту Опять началось беспорядочное волнение И мотыляют во все стороны Да Включи, включи В общем, услышали первую радиопередачу с Мартиники Хоть одна хорошая весточка на сегодня Вот такой вот у нас сегодня закат Каждый день раз Смотрите на закат Видите, как интересно тучки выстроились Ощущение, как будто это лошадь или собака Да уж, из плюсов можно отметить сегодняшний предзакатный небосвод Кроваво-красные облака Кошмарно как звучит, но выглядит красиво 40 миль 40 миль, ребят Мы пытаемся занимать голову всем чем угодно Лишь бы не думать про мальчат Я вот досмотрел уже сериал Читаю усердно книгу Чтобы всякие мысли Ни дурные, ни хорошие не лезли в голову Дурные, понятно почему Потому что и так находимся В постоянном стрессе Потому что нет ничего хуже неизвестности Вот, а хорошие не хочется Просто преждевременно радоваться чему бы то ни было Да, станешь тут суеверным Когда посреди океана Но обнадеживает то, что подлетное Так называемое время Службы спасения пару-тройка часов Хотя не знаю Зачем служба спасения Только разве что, если мальчату не удастся Как-то открепить в случае ее падения Там же внутри закрутка Какие-то провода, фалы Она сама не отвалится Вальто отрезать недостаточно Вот видите, какие мысли в голову лезут Блин, все, пошел читать Вот, настала ночь Естественно, задул ветер Под тридцак И у нас, видите, расхождение с сухогрузом Надеем пересекающимися курсами Он будет пересекать полностью Вот так вот это выглядит на АИС Видите, наши курсы пересекаются через 2,5 мили Но он не дает предупреждений Возможность столкновения Это, конечно, радует Но я сейчас чуть-чуть подхорможу Пропущу его И потом восстановлю скорость Хуже всего в этой ситуации То, что вон нам помеха справа Купать должны мы А нам скорость сильно терять тоже нельзя Из-за волны И мы вроде расходимся Вообще, на самом деле, мартинику уже видно Точнее, видно зарево дне Камера, конечно, этого не разглядит Но вот прямо перед нами Ее уже видно Это воодушевляет, ребят Но радоваться еще очень рано Еще 30 миль До мыса За которым мы скроемся от волны и ветра Ну, это-то ладно Вот волна Дает нам волнение Волна дает волнение По поводу мачты Итак, Анечка Ну, расскажи первое впечатление о Карибах Как тебе океан? Как тебе цвет воды вот этот знаменитый? Прям цвет, особенно в ночи хорошо видно Вот, посмотрите, ребят Это Кариба Это то, ради чего стоило почти месяц провести В спертом пространстве В ужасно спертом пространстве Особенно последние 4 дня Когда мы даже люки не могли открыть Для проветривания Ну, вот Почитывая книжки и глядя сериалы Отлеживая себе все бока Вот Вот ради чего люди это делают, ребят Смотрите, ребят Тут важно отметить Что красный буй мигает справа А зеленый мигает слева Я уж, честно говоря, не помню Это давно было Месяц назад Мы читали Но где-то на Карибах Используется американская система Мне почему-то кажется, что Франция К Америке маленькое отношение Должна иметь, по идее Вот И тут мы с Аней пришли к такой теории Что Ведь когда идешь на выход То все правильно Красный справа Зеленый слева Получается, мы сейчас идем не на вход В порт В марину В гавань А мы идем на выход из океана Представляете, какая романтика? Смотрите, ребят, на Аиску Иногда думаешь, может лучше бы, чтобы ее не было Ура, ребят Мы на мартинике Мы наконец-то дошли на мартинику Мы встали на якорь То есть изначально мы встали на буй Потому что якорь у нас был заблокирован Как вы помните Авторштагом Который замещал форштаг Мы его отстегнули Переставились на якорь И сейчас вот стоим Это малая якорная стоянка Которая находится непосредственно Возле береговой линии Вот здесь вот находится марина Там находится шипьярд с краном И так далее И тому подобное Сейчас нам предстоит огромное количество Времени потратить На приведение Лодки в порядок Первая очередная Это форштей Форштаг сделать Вторая задача Это все-таки поменять Рулевое управление На оригинальное И соответственно Привезти саму по себе лодку Перевезти в режим Как бы стоянка Из океанского режима Ну первое Мы уже повесили Сетку От солнышка Потому что карибское солнце Конечно Оно прям Жарит Немножко будем ее совершенствовать Да То есть это такое мы прикинули Сетка кстати говоря Если что вот такая стоит Порядка 10 евро Леруа Мерлен Беленькая Симпатичная Но надо будет сделать Завесить боковинки Потому что солнце здесь конечно убивает Вот такой вот у нас Сейчас гиг Внутри кокпита Гиг внутри кокпита находится Лодка полностью вся разбомблена Все в полном беспорядке у нас находится В хаотичном Потому что мы пришли И просто начали Тупо валяться и отдыхать И вот такой вот у нас Супер бардак Все фрукты съедены без остатка Точнее осталось 4-5 бананов Кабавержских Очень кстати вкусные бананы Сладкие крайне рекомендую Ну что же ребят Нам остается Сейчас заниматься делами Вот поедем Поедем в город Вы обязательно подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик уведомления Потому что сейчас мы Немножко придем в себя Подведем итоги И Как бы снимем Об этом видео Что было в океане На что поставить акценты Какую-то статистику приведем Сейчас еще пока не думали Над сценарием Вот Анечка все расскажет Сколько надо брать консерв Какую рыбу ловить А какую не стоит У нас столько консервов осталось Когда я сейчас на них смотрю У меня прям тошно Так что ребята Мы сейчас бегом бежим в магазин Покупаем нормальную еду Нормальную еду И прощаемся с вами До следующего видео Давайте ребят Пока Пока